всем привет сейчас где-то 550 времени короче я решила заснять свою утреннюю рутину и вообще весь свой день просто обычный день как я реально живу мне кажется будет прикольно первым делом короче я стою и иду пить водичку обязательно пью водичку а 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 и а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вуаля! Теперь моя задача открыть всю кофейню. Включаю вентиляцию, свет. Вот мы заходим в бар. Первым делом я включаю тачку. Обязательно включаю тачку, чтобы она прогрелась. Включаем кассу. Короче, делаем заготовки, открываемся. Буду стараться по максимуму показывать свой процесс. Кстати, это Миша, наш повар. Миша, поздоровайся. Короче, сейчас будем с вами готовить кофе. Миша, поздоровайся. Если ты знаешь, что делаешь, то мой блог интересен. Короче, не знаю, у меня с утра лотарты не очень получаются. Но мы всегда с утра делаем пробный капыш и попробовать, как настроим помол. Вообще, как по вкусу. Если что, что-то подправить. Еще Миша сделал мне кашку. Сейчас быстренько позавтракаю. И можно будет открывать кофейню и работать. Вкусно. Короче, пипец. Я забыла кофемолку убрать с режима континиума. Типа, когда он просто без времени сыпет помол. И у меня здесь просто трэш. Господи, обожаю. А еще много людей, и я ничего не успеваю. Супер. Миша готовит панкейки. Панкейки. Так делаются панкейки. Здравствуйте. Это Миша. Панкейки. Смотрите, сегодня я работаю с Дашей. Это она со мной, второй Борис, который работает. Мяу. Короче, многие, наверное, думают, что делать кофе на самом деле очень просто. В крайней мере, в некоторых кофейнях реально так обучают. То есть, мне кажется, обычный человек, да и я когда-то так думала, что ты просто делаешь эспрессо в машинке, которая сама это делает. Что-то пенишь молоко и выливаешь. Но нет. Короче, оказывается, тема кофе. Не знаю, один капучино сделать. Не знаю, это столько нужно знаний иметь. Это вообще какая-то целая вселенная кофе. Мы снимаем каждый месяц. Мы вливаем капучино, скидываем, и нам ставят баллы, чтобы мы понимали, нам ставят баллы за то, как мы делаем капучино. Насколько всё серьёзно. Реально, ребята, это вообще... Это не так просто. Это вообще нечто что-то такое офигенное. Потому что нужно реально углубляться. И кофе это вообще... Это жесть. Какая-то тема, просто взрыв мозга. На лапах кусаем. Я пришла на перерыв на покушать. Здесь став. У нас кормят повара. Они нам готовят еду. Сейчас я ем макарошки с курицей. Ура! Время 17.40. Я вышла из кофейни. Господи, я отработала эту смену. Фух. Улица такое шикарное солнце. Сейчас пойду гулять со своей подругой Дашей. Мы, не знаю, наверное, не сидели, не болтали где-то целый месяц. Мы хотим пойти в какую-нибудь кофейню. Прикол в том, что из кофейни в кофейню считаю гениально. Но на самом деле я устала постоянно даже в свои выходные сидеть, кушать в своей же кофейне. Да, это выгодно. Но иногда нужна какая-то смена обстановки, потому что нашему мозгу просто необходимо постоянно видеть что-то новое. Короче, для него это как глоток свежего воздуха. И когда мозг постоянно видит одно и то же, вот эту вот рутину, то реально как день сурка. И, знаете, типа нет какого-то желания даже жить. А когда ты постоянно ходишь в разные места, мозг такой, офигеть, где-то красиво. Тут тоже красиво, тут вообще-то по-другому тоже красиво. Ну, короче, прикольная штука. Ну вот пойдем куда-нибудь посидеть, поболтать. Короче, мы с Дашей пришли в Breakfast Unit. Давно хотел сюда сходить, в ВКБ очень популярное место. Сейчас попробуем там себе пакушку, попить кофе. Оценю кофе, я же бариста. Оценю! Двое! Оценю! 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 все мы дальше погуляли разошлись сейчас я поеду домой отдыхать спать покажу свою покажу свою вечернюю рутину и все и спать некий на этом день закончится смотрите как у нас красиво в центре в екб это я очень люблю екб у нас очень красивый город на самом деле посмотрите как уютно и атмосферно короче все приехал домой свою комнату мастерскую сегодня решила поехать до дома навестить папу то мы очень давно не виделись не болтали постоянно тусуюсь у вани не за и безумно люблю свою комнату мастерскую потому что она максимально сделана блин просто комната под материал здесь так много всего прикольного столько красочек я всегда когда-то приезжаю так вдохновляюсь и мне обидно что в последнее время я очень мало рисую и вообще мало всего творческого делаю слишком много стала заниматься кофе даже коллекционирую сеть упаковки разных обжарщиков капец у меня типа столько шмоток секунды которые мне нужно переделать я вообще меня ни на чего не хватает последнее время но я надеюсь что я это все сделаю но не знаю меня максимально вдохновляет мое пространство вот еще малыши живут кстати я вам покажу сейчас малышей смотрите это тритоны вот там башка гриша другие спрятались и где-то лягушки мои спрятались короче я вам потом их покажу на самом деле я поняла то что атмосфера в которой мы живем вообще себя окружаем это очень важно важно уделять время своему пространству не жалеть денег на интерьер на материалы вообще на то что делает вас счастливым и вообще помогает делать свой дом более уютным вообще нельзя жалеть на себе экономить надо любить себя позволять себе вкусно кушать ездить так как ты хочешь на контраст на такси хоть каждый день доездить тебе это комфортно принесет удовольствие одеваться в комфортную одежду которая тебе нравится то есть нет каких-то рамок и я считаю нужно жить так как ты хочешь и стараться любить себя просто пусть все траты которые в вашей жизни происходят это будет просто доп мотивация зарабатывать больше развиваться в новых сферах и все типа жизнь на самом деле простая штука и если так подумать все очень просто устроены просто мы люди сами в своей голове все усложняем а на самом деле все так просто прикиньте кстати а вот лягушки все что остается на маске и на лице я это растираю по лицу и по ручкам потому что после этой штуки все такое мягкое приятно все я прочитала где-то страниц 20 я уже засыпаю пью кефирчик перед сном кстати моя реально самая вот вот реально без шуток главная ретина дня выпить кефирчик перед сном я наверное самого детства пью каждый день кефир перед сном блин офигеть сама в шоке поэтому сейчас выпить кефирчик и лягу спать что я устала но устала по-хорошему поэтому ребят надеюсь вам понравилось это видео и не знаю вообще как он такой формат просто буду рада вашей обратной связи вот поэтому всем спокойной ночи я рада что хоть кто-то меня смотрит вот короче ладно все пока ребят